Мне бы хотелось провести в этой теме своего рода опрос. Наверняка люди моего поколения помнят печальную судьбу Чаушеску. Если есть молодые, просматривающие этот ролик, то я коротко расскажу о ком речь. Это бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии или руководитель этой страны. Судьба этого человека примечательна именно тем, что народ, доведенный до предела, довольно быстро решил судьбу не только Чаушеску, но и его жены Елены. Правление Чаушеску было отмечено так называемым неопатизмом, то есть назначением на руководящие посты своих непосредственных родственников, друзей, членов семьи. Всего таких было больше 40 человек. Например, один из его братьев, а у него было 9 братьев и сестер, возглавлял кадровый отдел МВД. Другой брат Академию сельскохозяйственных наук, третий отвечал за железнодорожные перевозки. Младший сын Чаушеску Нику считался преемником на трон, его активно продвигали. Но больше всех, конечно, обошла жена, у которой были очень большие амбиции. Это была малообразованная женщина, которая только закончила начальную школу, немного поработала на заводе, а затем все ее заслуги были лишь в том, что она вышла замуж за Николая Чаушеску. Вот эта самая мисс Чаушеску занимала все высокие посты в партии, в правительстве. По сути, она была вторым человеком в государстве. Она создавала в Румынии свой собственный культ личности. Ее называли не больше, не меньше, как мать нации. На нее все равнялись. Более того, она якобы защищала какие-то кандидатские, докторские диссертации. Ее беспрерывно награждали в Академии наук. Но на самом деле в большинстве стран эти ее призы и титулы просто высмеивали. Во время правления Николая Чаушеску велась активная пропаганда величия румынского народа, то есть здесь прямая корреляция с нынешней ситуацией в России. Были изданы многочисленные научные исследования, которые доказывали, что румыны являются прямыми потомками и главными наследниками древних римлян. Говорилось очень много про румынский язык, что это якобы язык, от которого произошли все остальные европейские языки, в том числе итальянский. В общем, полный бред. Вот приблизительно то же самое, что сейчас в России. Самое крупное из национальных меньшинств, проживающих в Румынии, это венгерское меньшинство, было лишено всех автономных областей. И именно в городе с компактным проживанием венгров, где их было больше всего, Тимишааре, и начались волнения 1989 года. То есть, зажимая национальные меньшинства, Чаушеску готовил себе свой конец. Румыния вела тогда очень двойственную политику, то есть они, с одной стороны, как бы были на стороне Советского Союза, с другой стороны, активно заигрывали со странами Европы и США. Ну, например, Румыния осудила ввод войск в Афганистан. Более того, Румыния настаивала на том, что Молдавия – это часть именно Румынии и не должна входить в состав Советского Союза. Тогда западные политики, ухватившись за эту двойственную позицию, пытались помочь Румынии выйти из Варшавского договора и всячески предоставляли Чаушеску кредиты в надежде на то, что он будет вот этим самым слабым звеном в этом странном объединении таких прокоммунистических стран. Ну, а когда Горбачев начал свою знаменитую перестройку, известные слова Чаушеску, когда он сказал «скорее Дунай потечет вспять, чем состоится перестройка в Румынии». Но, тем не менее, 16 декабря 1989 года начались эти самые волнения в Тимошиаре. Они быстро переросли в акции протеста. Начались беспорядки. Чаушеску делал большие ставки на силовиков, но недооценил их лояльность. И важный момент. Войска встали на сторону демонстрантов. Были произведены расстрелы, то есть начали стрелять в толпу. Вот этот человек, Виктор Стенкулеский, он сел в тюрьму за расстрел протестующих в Тимошиаре. И он тогда утверждал и до сих пор утверждает, что в Румынии в тот момент в толпу стреляли не его солдаты, не румынские солдаты, а именно советский спецназ ГРУ, который прибыл именно из Москвы и из России, именно они стреляли по протестующим. Ну и самое классное, конечно, во всей этой истории, вот что поражает всех, каким быстрым был суд. Революционные власти арестовали супруга Чаушеску, осудили их военным трибуналом, внимание, в течение одного часа. И это напоминало своего рода скандальное шоу, вот эти кадры восстановлены, это из очередного фильма о Чаушеску, как это происходило. Жена скандалила, адвокаты, которые им якобы были представлены, встали на сторону обвинителей, то есть они даже не пытались защитить их. Чаушеску, конечно, этот трибунал не признал, тем не менее они были признаны виновными по всем пунктам обвинения, включая, внимание, геноцид собственного народа, развал экономики, развал государственных институтов, продвижение своих родственников, наличие счетов в зарубежных банках на сумму миллиард долларов, и они были тут же приговорены к смертной казни. В последнем слове Чаушеску сказал, что вы могли бы нас расстрелять и без этого маскарада, им полагалось 10 дней на подачу апелляции, но в реальности приговор привели в исполнение в течение пяти минут. Как говорил политолог Гартон Эш, в Польше революция заняла 10 лет, в Венгрии 10 месяцев, в Восточной Германии 10 недель, в Чехословакии 10 дней, в Румынии 10 часов. Вот так быстро распорядились судьбой своего диктатора. За 24 года правления Николая и Элена Чаушеску в каждой семье или в организации висел портрет Чаушеску. Сам Чаушеску мылся в золотой ванне, его пес разъезжал по Бухаресту в сопровождении кортежа, Чита жила в роскошном дворце, 80 элегантно обставленных комнат, шелковые обои, ковры ручной работы, панели из резного дерева. Некоторые помещения были украшены мозаикой, мрамором, стеклом, привезенным специально из Венеции. Особой гордостью хозяев была ванна с золотыми кранами, душем и раковинами. По территории расхаживали павлины, в домах, одним словом, было все, о чем граждане Румынии только мечтали, проживая в тесных, неотапливаемых панельных домах. Но по сравнению с Владимиром Путиным Николая Чаушеску просто ребенок. Если его осудили за то, что он обладал всего одним миллиардом долларов, кстати, наличие иностранных счетов так и не удалось доказать. Видимо, было все очень хорошо распределено между родственниками и детьми. А Владимир Путин, по некоторым данным, как известно, владелец 240 миллиардов долларов. Ну и в конце я задаю тот вопрос, который стоит в названии. А как вы считаете, заслуживает ли Владимир Путин, например, подобного конца в своей жизни? Вот такого быстрого суда и быстрого расстрела. Несмотря на то, что в стране все-таки существует запрет на смертную казнь, так сказать, в качестве исключения. Несмотря на то, что следующий президент, которого сейчас активно продвигают, Алексей Навальный, обещает Путину полную неприкосновенность. А вот мне хотелось бы знать мнение простых людей. Заслуживает ли Владимир Путин за политику геноцида русского народа и остальных народов, за свои 240 миллиардов, за продвижение своих детей, родственников, обогащение всех приближенных, за сказочное обогащение, которого никогда не видел ни Советский Союз, ни Россия, которому даже позавидовали бы все русские династии царей, за все эти жертвы, которые он положил во имя своей власти, за то вранье, за ту ложь, которую они распространяют, за то, что они обкрадывают свой народ, продолжают это делать с первого дня и до сих пор, заслуживает ли Владимир Путин своего собственного личного расстрела? Или, как предлагает Алексей Навальный, дать ему возможность заслуженно почивать на пенсии? Самое главное, чтобы он ушел и на его место уселся Алексей Навальный. Хотелось бы прочитать ваше мнение.